Я рада всех приветствовать на своем канале. Мы в Австрии, в Альпах. И приехали смотреть водопад. Если вам интересно, оставайтесь с нами. Здесь немного шумно из-за большого количества воды. Как вы видели, здесь есть разные маршруты, чтобы можно было походить, погулять. Водопадов тут тоже предостаточно. Мы отошли чуть-чуть, получается, вбок от воды. И уже чуть-чуть потише этот водопад. И это место находится довольно-таки так далеко от того места, где мы остановились. Цветочек? Окей. Надо было ехать 30 километров. Плюс, что еще хочется сказать, дорога, местами есть платные проезды. Сейчас мы свернем немножко в лес. В темноту. Здесь комарики летают. О, такая красота. Есть грибы. Вот они. Надеюсь, вам видно. И я немножко недоговорила. Мы ехали вот по этому ущелью. Получается, промеж гор. По дороге мы видели еще пару водопадов. Не знаю, будем мы останавливаться. Нет, но... Было очень красиво. Вода так сильно бьет, что не слышно пение птиц, которые, кстати, тут поют. Но их не слышно. Мне кажется, больше слышно воду. Маршруты здесь есть разные. Можно выйти по верху. Некоторые доходят до трех с половиной часов. Музыка. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Путь, как я уже сказала, мы выбрали не сложный, не длинный, так как все-таки с нами дочка. В путь мы отправились, как обычно, с утра, так что здесь еще не очень много людей. По дороге встречается, точнее говоря, встретилась только пару туристов. Пока я рассматривала красоты, муж с дочкой уже спустились вот туда. На улице тепло, но кофточка такая тоненькая, легкая, не помешает. Что-то происходит. Ставят палатки, наверное, ближе к обеду здесь что-то будут делать, что-то продавать. Но, как я уже сказала, мы, как обычно, приходим рано утром, начинаем все наши прогулки. Так что здесь что-то будет происходить. Идем к водопаду. Есть лавочка. Световые прожекторы уже поставили везде. Шум воды все сильнее и сильнее. Так что мне, наверное, придется сам водопад подставить или под музыку, или очень сильно убавить звук. Я уже одела курточку, потому что отсюда видно, как брызги отлетают. Вот такая красота. А брызги летят. Мы постояли возле водопада и решили пройтись вот по такой дорожке. Тут есть две платформы для обзора. Одна 10 минут ходьбы, а другая 20 минут. Вот видите, как там можно красиво посидеть. Но брызги долетают до вот этой всей платформы. Как вы видите, она влажная. А мы идем вот этой тропинкой из камней. Здесь довольно-таки влажно. Так что необходима хорошая обувь. Я очень люблю горы. Очень люблю. Скучаю по Карпатам. Может, кто-то не знает, но я родом с Карпат. Вот такая тропинка и водопад. Есть голубинки, сыроежки, как еще их называют. Как ща прицелуй. мы спустились вниз по другой стороне вот это уже получается от водопада речка вот там чуть дальше та по которой мы начинали путь и здесь они сходятся а там впереди пять любителей складывать башеньки из камушков настроили целый-целый город целый лес здесь вот такие тропинки можно гулять не один час туда дальше есть место даже где покушать и вот такое количество камушков вот целый-целый город из камней по пути на встречаются периодически козы коров нет а вот козы да смотрите они еще и решили подраться бодаются вам все все так слегка чуть-чуть мы припарковались туда гораздо выше и вот этот весь путь прошли сюда сейчас и дошли до второй парковки которые находятся ниже но мы сейчас будем возвращаться назад и эти звери ползают и здесь не знаю передаст не передаст камера но вот эти камушки очень блестят на солнце получается так вот идешь вот этот берег он переливается но мне кажется все таки и камера не передает этот блеск от камней попробуем так вот так они переливаются вот такая прогулка у нас сегодня получилось а мне остается пожелать вот только хорошего настроения и до до новых встреч на моем канале всем пока пока